Всем привет! Сегодня мы на пасеке Василия Яковлевича Приятеленко, украинского пчеловода с большим стажем, который держит свою большую пасеку на 50 ульев, собственной конструкцией и конструкцией собственной рамки, особой, улучшенной и интересной. И сейчас мы находимся около его улья, узковысоким центральным корпусом, трехкорпусный, 8,8 и 8 рамок. И Василий Яковлевич любезно еще расскажет заново, надо каждый раз рассказывать заново новым зрителям, какие особенности улья и что мы сейчас внутри увидим. Расскажите. Да, рассказывать, конечно, мы понимаем. Ну, показывать, главное показывать. Запоминается. Многие не показывают, а мы показываем, что внутри, потому что всегда лучше один раз увидеть, чем услышать. Я знаю, что это 20%, но это новое понятие, это, я думаю, тут не есть проблема. Причем, вот, припустим, идеально, куда изучал я, смотрел, интересовался. И, кстати, то же самое наше дикое гнездо, съемка, она довольно... Да, была, она пользуется популярностью, все спрашивают, куда делись пчелы, я говорю, на пасеке, развиваются. Да, живут у нас, да, на пасеке. Так вот, гнездо медоносной пчелы, значит, апельсменных вера нашей, она имеет 7-8 соц, первоначально строится, а потом идет уже там, так сказать, расширение. И, первоначально, мы говорили, что она до 50 сантиметров плюс запас для развития, должно быть. Ну, начинал я свою технологию, так сказать, по 12-те рамочному, или это казалось, как бы сказать, гнездовой корпус, это, так сказать, уже очень маленький. Ну, то ли немножко времена поменялись, потому что сейчас экология не позволяет такие все местные наращивать. Ну, и тем более, что, значит, немножко, как говорится, пришли новые идеи, и я начал использовать восьмирамочный уний высокий рамку. Ну, такого, в принципе, его, ну, почему-то, я не видел, но у нас есть, да. Значит, очень удобно, даже, как мы говорили, наши знакомые, как говорится, изобретатели текущего века, что даже женщина может поднять и с ним работать, да. Значит, очень хороший. Ем идеально, значит, сформировано гнездо, зимует, развивается. В центральном корпусе, центральный, 8 узковысоких рамок. Ну, какая особенность этой системы, кроме этих преимуществ, да, значит, то, что, если мы в 12-ти рамах можем работать только вниз и вверх, потому что, вы знаете, ну, что, да, нету разрыва между корпусами и между рамками, и они, для того, чтобы обеспечить разборность его, надо, и идет оно нахрест, так сказать, да, поперек рамка, то в той можно обеспечить только при работе такой, вверху мы развиваем и вниз развиваем. Уже следующий вверх мы не можем развить, потому что надо рамку поставить поперек, мы не можем. Значит, ну, там, можно единственное, что сделать на такую рамку, тогда будет опять 12 рамок. Ну, опять же, таки, значит, в связи с тем, что для пасеки, ну, все колта, и любителей, и всех интересно отбирать, действительно, что мед, ну, небольшими партиями, потому что, ну, чтобы ближе к моно медам. Пришла, выпала, 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 взяли, пришла, акация была, значит, акации взяли, и так далее, то есть, чтобы было удобно отбирать небольшими партиями. Значит, вот это идеально для этого. И кроме того, что здесь можно очень эффективно протироевые методы использовать, и, значит, комбинировать, действительно, уже как ты хочешь. В случае этого вулика, я вам скажу, вот этот дозавин стоит на такой посадке, ну, били тут такие довольно цели, вот это, так сказать, ну, как бы сказать, ну, не дуровые, как мы говорим, но это нормально. Но тут, кроме того, что предусмотрены вот такие выходы, все, что можно крепить на платформе, и добавлять, если в это состояние... Там у вас металлическая такая станинка аккуратно. Да, вот эти выступы, вот эти, они прикреплены колью, и можно вот к платформе их прикручивать. А, да, да, да. Значит, да, особенно... Ну, я вам скажу, что вот это сейчас прикрупус, а нормально. Ну, можно ищить вот это. При этом мы имеем 16,5 больших рамок. А если поставить еще, как говорится, то уже сами понимаете, что идет здесь до 24, да? То есть, это будет очень большой рамок. И он имеет такую вот правильную форму, потому что так ничего не развивается. Это уже при помощи новых пасечников, которые не совсем публичные, как говорится, да, мягко говоря. А они развиваются. Значит, вот этот улей, он семья с 16-го года. Тут, я вам скажу, матки я не меняю, потому что вот это еще зло, номер, может, какой-то там, 1-2, что впереди. И это наши матководцы. Вот это все, особенно на Украине, это бесконтрольность движения маток, это бесконтрольность движения, значит, заболеваний всяких. Ну, так само, и вот это, чего у нас сейчас карантина, и все. Это такое движение было недель по миру, что, значит, вплоть до того, что можно, как говорится, в один прекрасный момент таки развести болезни, что исчезлить популяция. Так и к чего осень. Это все переносит, как говорится, болезни и вредит. Значит, вот я их не меняю, они сами, ну, если историю взять, то это было 12 рамочных улиц, с весны. Она хорошо развивалась, а потом приостановилась. Ну, потом я понял, что это они меняли матку. Значит, я ее пересадил в 8-рамочный, и они пошли нормально развиваться, да. Матку я даже не искал, а знаю, что, ну, я смотрю, вы все по расходу, или, как мы говорим, мы видим по работе, вот этой, значит, семьи. Ну, я вам скажу сразу, что эту семью я 5-го числа, 5-го на 7-го, ну, то есть я 2 недели занимаюсь к работе, отобрал тут 4 рамочки и поставил 3-й корпус, так. Ну, я сделал такую комбинацию, у меня у некоторых есть верховая комбинация. Знаете, немножко разные системы, и я просто, ну, как бы сказать, отрабатываю технологии. Не просто сказать, а вот так можно. Ну, надо это попробовать, и причем, так сказать, ну, как, как говорят, лекарства, ее же нельзя так сказать, что помогает. Она, какие посредства, какие результаты, какие, как, осложнения, вот так само и тут. Значит, вот эта система, она немножко неудобна, конечно, потому что под ней. Ну, а там у нас уже, у них стоять уже 2 улья, 2, две наставки подверг. Ну, опять же, таки... Когда по 2 корпуса имеется. Да. Он нижний остается внизу, а вверх идет наращивание через верхний корпус. Потому что здесь позволяет, значит, любую комбинацию, он может, все время идет поперек, но, ну, этот корпус так ставим, этот так ставим. Так, понимаете, и он идет поперек. Ну, давайте посмотрим, что они за эти 2 недельки занесли. Так. Ну, опять, мы же рассказывали, что, значит, вот это пленочное покрытие, как правило, у меня идет, значит, сейчас туча, правда, надвигается. Значит, потихонечку немножко ускоряемся. Ускоряемся побыстрее просмотреть его. Посмотрим, будем брать тут лед или не будем. Вот видите, она, как бы сказать, как пристроено в это дело. Гнездо имеет очень технологические функции, такие, как говорится, можно смотреть, осматривать. И имеет природную функцию, как мы говорили, от природной простройки гнезда до верха, значит, своего жилища. Здесь очень эффективно воно используется нами, как говорится, ну, мной, вернее, потому что пока мы же очень не так уже много, значит, моих последователей, которые есть, конечно, и звонят, и спрашивают. И уже только что подходили. И дома. Значит, ну, вот это, смотрите, где-то такой, о, ну, где-то такой, ну, надо, надо брать, конечно. Надо брать, потому что, ну, смотрите, тут уже начали, здесь где-то 1,7 килограмма до 2 килограмма. Вот, посмотрите, как оно. Это уже, ну, созревший мед. Мы говорили, что здесь спечатка немножко не такая, потому что не так запечатать, а так. То есть этот мед готовится изначально для запечатки, а там готовится для корма молодой пчели и верха для зимойки. Ну, это делается у нас там, у нас, так? Ну, давайте, несмотря на погоду, тут уже немножко, конечно, проблема в том, что тяжело анкреджите. Так, ну, ну, что-то, что, без подставки, надо. Подставка у нас, да, не плата. Работаем на подставке. А, высоковато. Что-то пока, ну, не хотят. Пока моложе, да, для них там немножко проще. Ну, не проще, да. Ну, фактически, надо немножко освободить, потому что, видите, не забитая полная, полная рамочка. Я говорю, что я взял, отдал здесь 7,5 металла грамма. Это 4 грамма такие, не сильно забитая. Были, ну, а когда уже не увидим. Вот это, потому что через день уже 2 грамма вылетела. Вот, все. Вот, уже не есть. Ага, ускоряемся. При этой системе пчелы не агрессиво. Вот, вот, мы даже, вот, все, у нас не можем под пастель продать. Вот рискуем под раздачу. А не так сказать. Трутинь, трошкой есть. Трушкой, да. Но, можем рискнуть. А, тяжеловать. вверх уже запечатано начинает печатать сверху они снизу ну да они застраивают делают то что закладывают мед снизу а печатают сверху они строят медовое закладывают потому тут как говорится незрелого меда нет потому что вот это мед старше чем вот это потому что он закладывается по любому снизу по любому посмотрите тут опять таки мы говорили за расход тут был расход остался там еще закрытый но при закрытом расходе можно скачать ну буквально десяток ячеек да его не закладывает то особенность это рассказать что мы не используем решеток до границы потому что до границы на решетке это тоже значит для маток а пчела все время примеры обдирает это все вроде то хорошее изобретение нехорошие нехорошие для пчелы потому что еще до окончания сезона пару недель вот сейчас надо просматривать уже четвертый корпус в этом году мы не будем стал тоже полная да и легко работать рамка маленькая аккуратно и и даже кстати меня спрашивают последователи а можно ли сделать так что ну для сотового меда да ну вы знаете что такое да чтобы не было проволоки вот тут во первых я ставлю три проволоки три проволоки можно две вот тут особенно на на 8 можно две проволоки можно вообще без проволоки сделать что что кто хочет то есть потом резать на на 7 сотый так мы сейчас крае возьмем вот эти четыречки подкачаю чуть плюс у меня нам подпасть под дождь но сделать подставкуーい а теперь будете покушать так что не хотела надо подставочку так не хотели вот это подставка есть если илиrices работать с там завтра стат em ну что тем более если работать с такого Работают на высоте ручки, у них еще проблемы. Все, после отключаем, потом поставим в мою пластину. Система абсолютно техновая. Те же самое, что в этих. Денадцать драма с подставками надодана или так далее. Но тут вощина приходит нечего. Тут вощину я пока не заказываю специально. Это бы интересно было. Тут ставлю я ризу, а потом, получается, из двух листов три рамки. Одна, две цели и одна стыковая цель. Ну, они потом стык там перестраивают. Ну, нормально. Посмотрели. Четыре полные. Уже тяжеленькая коробочка. Спасибо. Так что, смотрите, будет продолжение. Следующие сюжеты будут для нас такие же интересные и продуктивные. Смотрите, эффективным, продуктивным, инновационным улей Василия Яковлевича Приятелинка. Вот они тут рядышком стоят. А мы работали с вот этим вот большим трехкорпусным улем. В котором в нижнем корпусе восемь рамок квадратных. 245 на 245. Возьмет украинская рамка узко-высокая восемь рамок. И наверху из верхнего, как мы выбирали, тоже квадратная рамка. 245 на 245. Вот такой интересный улей Василия Яковлевича Приятелинка. Интересные рамки для медосбора. Эффективные, продуктивные. И семья хорошо развивается. Так что, смотрите наше видео о рамках Василия Яковлевича Приятелинка и об улях Василия Яковлевича Приятелинка. И если хотите приобрести ульи, обращайтесь к Василию Яковлевичу. Пишите комментарии, всегда можно контактировать. Принимаются любые коммерческие предложения. Василия Яковлевича Приятелинка. До новых встреч. И не забывайте подписываться на канал, если первый раз зашли. Будет еще более интересно. И с пасеки, и разные видео под микроскопом. В том числе о разных вредителях пчеловодства. До новых встреч. Пока-пока. С вами был Виктор Фурсов, кандидат биологических наук. Старший научный сотрудник Института зоологии Национальной Академии Наук Украины в Киеве. И Василия Яковлевича Приятелинка, пчеловод из Киевской области с большим стажем пчеловодства. До новых встреч. И не забывайте заходить на страницу в Патреоне. Это нас тоже будет очень хорошо мотивировать. Страница в Патреоне – это круто. Будете работать. Мы будем работать. А Вы поможете нам, как пчелкам, по капельке. Каждая капелька Вашего доната будет нас мотивировать. Донаты – это круто. Заходите на страницу в Патреоне. Поддерживайте мой канал. А мы будем работать над различными видео образовательного плана. И Вы будете поддерживать науку в Украине лично, персонально. И Ваш имя будет показано в титрах. И донат использован на благое дело развития науки в Украине и пчеловодства. До новых встреч на моем канале и на странице в Патреоне. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok